Телеканал Точка зрения Телевизионное вещание в сети интернет Ваша точка зрения нас интересует Точка зрения в Апалихе Здесь снова выездное заседание исполняющего обязанности главы города Красногорска Павла Старикова и его команды В улице Апалихе планируется это устройство? Мы планировали несколько раз устройство пешеходной зоны Потому что неоднократно население обращается уже из года в год Но сделать тротуар метровый даже в бортовом камне Не то что дорожку, а тротуар в бортовом камне метровый Мы не имеем такой возможности В связи с тем, что проходит очень много коммуникаций в обочине А если в плитке? Мы в плитке не имеем права делать Мы делаем в асфальтобетонном покрытии Если нельзя его сделать, а он обязан быть Как быть здесь? Ну вот как здесь быть? Речь на совещании в первую очередь идет об устройстве тротуара вдоль проезжей части Оно и понятно, людям ходить невозможно Но с другой стороны не хватает места И помимо всего прочего вдоль проезжей части проложены коммуникации, которые некуда деть Может быть обратиться к руководству? Может автодорожить, положить сливки сделать? Зауженные дороги, они все поставлены практически на кадастр И по судам, которые жители обращаются в суд, мы, к сожалению, проигрываем Нас суд не поддерживает, говорит, что вот это частная территория, она запользована, поэтому они имеют право Еще не полностью канализование проведено Вот мы сейчас, допустим, возьмемся за тротуары Проинвентаризуем, напишем план работ, сделаем И потом будем канализацию вести Вдоль проезжей части наполна машина Автовладельцы оставляют своих железных коней здесь Сами садятся на электричку и едут дальше в Москву на работу Оно и понятно Так удобнее передвигаться Но с другой стороны Здесь вот расположена перехватывающая парковка Вот, пожалуйста, перехватывающая парковка Смотрим, сколько же она стоит Понятно, что не бесплатно Так, время с 7 до 19 дневной тариф 180 рублей С 19 до 7 утра 120 рублей Суточный 250 рублей Ну, а если почасовая оплата, то 50 рублей Месячный абонемент 4 тысячи Вопрос, все ли захотят платить столько денег, если можно поставить машину бесплатно Вот как раз-таки на освещении заговорили о стоянке Где порядок, какой? Построить как положено, съезд В таком виде съезд Примыкание должно быть в твердом покрытии Примыкание, труба должна быть обязательно Радиус высокий Более того, мы предусмотрели, они согласились, что мы им напишем здесь дорожку сделать пешеходную Чтобы люди могли выходить нормально не на дорогу, а на пешеходную зону Надо время понять Они, может быть, рассчитывают свою работу на несколько лет Вот они договор представили, у них на 11 месяцев Краткосрочная аренда на 11 месяцев не позволяет вести дальнейшие работы, а необходимость в них огромная есть К нам на портал «Точки зрения» обратили жители Апалих и жалобы на то, что 533-й автобус не ездит по кругу, как это должно быть Разворачивается у станции и возвращается обратно в Красногорск Сейчас на выездном заседании присутствует руководитель компании «Красногорск-Авто», который несет ответственность за деятельность 733-го автобуса По просьбам жителей был организован короткий маршрут, который уходит от улицы Кирова до станции Апали и в обратную сторону В связи с тем, что народ не может стоять И есть длинный маршрут, который идет через Московское, по Вакаланскому шоссе и до станции Апали Вот вопрос, а выдерживается ли длительность? Отервал, да, но в связи с пробками утренними он увеличен Жалобы жителей очень многократно, что не доезжает автобусы ни длинного маршрута, ни короткого маршрута, что здесь разворачивается и уезжает обратно Около 3-4 машин утром, где-то до 10-9 утра ходят по короткому маршруту, которые здесь разворачиваются, идут в обратную сторону Ведом ли? Да, введом ли? Каким образом? Этот маршрут уже действует, наверное, года 4 Нет, сарафанное радио это прекрасно Каким образом жители, вот я живу, например, на геологов, я хочу уехать в Москву, как я могу знать, когда будет автобус? Интервал движения где-то 10-15 минут, но с утра, когда забита речная, интервал увеличивается несколько раз Здесь мы ничего сделаем Еще раз, то есть получается, утром сознательно вы укорачиваете, вернее, сознательно вы удлиняете интервал движения? Из-за пробок удлиняется Машина стоит на речке Получается, что маршрут настолько длинный, что он идет еще на Павшино и за это там зависает То все остальные здесь, сообщения, тоже умирают Может быть, тогда подумайте, здесь было бы востребовано Хотя бы до госпиталя почаще, чтобы ездили, а там можно уже пересесть У нас организован маршрут, он ходит с осени Это круговой станции Апалиха, Новонекольская и госпиталь Какой номер маршрута? Он 833-й К Что-то жители об этом, да, мало знают Нет, они знают, просто идет вопрос о том, что люди в час пик, пробки, они переживают, что они не могут доехать Нет, машина ходит, машина ходит с осени Если вдруг какое-то даже сломалось, тогда выходит Проверьте, жители обращаются, может быть, вы уверены так говорите, а надо посмотреть А вы сами утром на этом маршруте ездили хоть раз? Да Когда? Не так давно Пригласите нас, мы с вами с удовольствием прокатаемся Хорошо Завтра утром Ну давайте позвонимся Договорились Хорошо, пойдемте дальше Обмениваемся телефонами Значит, на сегодняшний день по железной дороге, именно конкретно по Апалихе, выданы уведомления о вызове Представители никогда не приходят Поэтому мы их штрафуем, мы работаем, скажем так, только в одном направлении Не пришли, составили протокол и отвезли Выдали предписание Вопрос тогда, вы можете инициировать, в случае, если они этого не сделают, не здесь и нигде на территории нашего города Это уже длится очень долгие годы Информацию об этом дать руководству области, вашей службы А мы так и делаем У нас вот все вот эти объезды по железной дороге, они ведутся отдельно Они учитываются, они аккумулируются в центральном аппарате И потом это все выносится на заседание именно при встрече наших руководителей, именно с железной дороги Ну ясно, потому что вот мы не сможем железную дорогу все провести в порядок Мы туда зайти не можем, только подходим близко Нет, а мы к вам по железной дороге претензии не предъявляем И потому что жители предъявляют претензии все равно нам И нам, и вам А мы с вами ничего не можем сделать Мы должны какие-то усилия предпринять более того, чем предпринимали Вот такая вот картина Открывается взор у проезжающего мимо станции Апалиха По сути виноваты РЖД Не убирают, платят штрафы, видно, это гораздо выгоднее А мы с вами вот этим всем дышим и любуемся А можете сказать, куда конкретно обращаться жителям? Номер телефона может быть Город Красногорск, улица Велора Трифонова, дом 1 Телефон 8498-568-5595 ГосАдмтехнадзор Московской области Более чем понятно, спасибо Решили поговорить с жителями Что же нужно сделать, чтобы все-таки здесь было чисто? Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот мусора полно вокруг Ну, как вы думаете, что надо сделать, чтобы было чисто? Не бросать? Больше уборщиков может подметать И вообще это все зависит от людей, кто кидает Это зависит от культуры человека Никто не доносит никуда Нету мусорки Только вот в двух местах Вот напротив поликлиники и слева от поликлиники через дом Больше нигде мусорок нет Поэтому и грязно Павел Икович, а кто несет ответственность за мусор вдоль проезжей части станции? По-разному Везде по-разному Где-то частники, но имеются жители сама Палихев В пяти метрах от заборов Где-то Мосавтодор, который обслуживает ряд дорог И где-то администрация Но самая большая проблема частного сектора О том, что жители должны были бы так же, как жители города Московской живущих квартирах Платить за вывоз мусора Это отдельная услуга, которая оплачивается И есть тариф на это Но так как частный сектор, отдельное стоящее домовладение Мы не можем принудить жителей это делать Можем только предложить им И те, кто сделал У тех, кто в определенное время Проезжает машина, забирает мешок с мусором С табличкой специально приклеенной И все происходит организованно А те, кто этого не делает Или считает ненужным это делать Они идут на работу Несут мешочек и кладут в какой-нибудь заборчик А вот кто-нибудь уберет И более того, требуется нас того, чтобы мы еще убирали Мы будем убирать Обязательно будем это делать Но надо понимать, что мы убираем за счет тех денег, которые платят Те жители, которые за мусор платят И получается, что неуважение жителей Те, кто считает, что за них кто-то это должен сделать Они хитрят и тем самым не платят На самом деле обкрадывают других жителей Эту позицию будем пытаться изменить Через средства массовой информации Разъяснительной работы Конечно, власть должна создать все условия Но нельзя обманывать самих себя Мы, если уж должны быть числыми друг перед другом Одинаково Ну, поэтапно сначала навести порядок В первую очередь мы должны исполнить свои обязательства И параллельно воспитывать в людях Обязательства того, что должны делать они Поселок Апалиха относится к городу Красногорску С 2005 года Через год исполнится 10 лет За это время, конечно же, многое сделано Это безусловно Но проблем, наверное, все-таки, вы со мной согласитесь Меньше не стало И впереди есть еще над чем работать